Очередной освободитель. Жалуются, что его кинули на выплаты по ранению. Оформили гражданскую травму, чтобы ничего не платить. Здравствуйте все. Выражение лица. Человека, который пошел убивать мирных людей, чтобы расплатиться со своими долгами. Ну, как обычно, кинули и не заплатили. Я рядовой подразделения добровольческого «Шторм-Зет» в мае того года из исправительной колонии номер 10 УФСИН России по еврейской автономной области изъявил желание вступить в добровольческое формирование «Шторм-Зет» на защиту Отечества. А, не, неправильно. Пошел убивать мирных людей, чтобы в терме не сидеть. Освободиться, вернуться и стать мэром или губернатором. Потому что по телевизору сказали, что новая элита России. Было банно чиновниками Министерства обороны, коррумпированными чиновниками. Это очень печально. Не, это очень закономерно. Мною было получено тяжелое ранение у Вечи левой руки. Получил ответ ошеломляюще. Сейчас я вам его зачитаю. Установлено, что вы выполняли задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Уганской Народной Республики. В составе по разделению «Шторм-Зет» иных данных, свидетельствующих о прохождении вами военной службы вооруженной силы РФ в адрес филиала главного центра нет, не предоставлено. Таким образом, основания для определения причинной связи у Вечи, полученного вами в вышеуказанный период военной врачебной комиссии, филиала главного центра, не имеются. Ты, главное, не расстраивайся. Сейчас поможем. Подтверждаю, что ты принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Отправлю в твою военную часть. Не благодари. Из этого ответа следует, что я где? Ну, я был на войне, да, на этой специальной военной операции. Потерял руку. И как нету основания установления военной травмы? Не, основания есть. Просто у военкома основание положить себе в карман твою выплату намного сильнее твоего основания. Воюй. Воюй, Ваня, и не отвлекайся. Мы тебя во всем поддержим. Мы тебе всем поможем. Ты, главное, не отвлекайся. Почему? Разберитесь, пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Мы же свои конечности не на пилорамах потеряли, не где-то там в кувете. Разберитесь, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин. Почему нам не устанавливают военную травму? Ну да. Сейчас Владимир Владимирович встанет из своей аквадискотеки. Хлопнет в ладоши, скажет, так, все, заканчиваем. Девочки, можете одеваться. Выбросит бутерброд с красной икрой в бак для красной икры. Пробку с шампанским закрутит обратно в бутылку. И поедет в кортеже с мигалками разбираться.